Всем привет, с вами Гопс, и сегодня я вам расскажу немножко информации о Devil May Cry для мобильных телефонов. Во-первых, она уже вышла, и я немножко пролюбился с этим выпуском, но хочу сказать такую вещь. Даже при том, что она, блин, вышла, она нихрена не запускается. Там написано, что по идее он должен запускаться, ну, где-то с Android 5, и дальше, и дальше, и дальше. Но проблема в том, что он не запускается иногда даже на 7-8. Мам, эх, что поделать. Но, я так понимаю, это связано каким-то волшебным образом с китайской оптимизацией. Игру отдали на аутсорс компания Capcom. Название китайской компании я не буду называть. Как звучит эта компания, я не помню. Может быть, напишу, если не забуду. И, по сути, то, что мы видим и в геймплейных роликах, то, что мы видим в трейлерах и так далее, и по списку, это просто Devil May Cry. Конечно, немножко кастрированный, но что-то из разряда. Возьмем боссов из первой части, возьмем механику и визуал из третьей, и возьмем уровни из четвертой. Ну, короче, получилась некая сборная солянка. Взяли вот первую, третью и четвертую часть. На самом деле, хорошее решение, потому что это, во-первых, самые популярные из частей. Первая часть, потому что она первая. Вторую часть не взяли, потому что она не похожа на первую. Третья часть считается вообще культовой, чуть ли не самой лучшей. Ну, а четвертая часть, это хорошее дополнение к третьей части. Плюс ко всему, там разнообразие персонажей было, неры как новая механика, но к нему есть некоторые вопросы, но ладно. Ну и, конечно же, для людей, которые играли в пятый Devil May Cry, добавили интерфейс из пятого. И гачи-механики. Кто бы мог подумать, китайцы сделали гачи-механику. Ладно. Если уж говорить серьезно, насколько я понял, игра бесплатная, поэтому ничего удивительного в этом нет. Контент там может стоить от одного доллара до ста баксов. Я так понимаю, там вплоть до покупки уровней. В этот момент я уже могу просто соврать, поэтому, извините, может быть, я и ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях, если это как-то не так. Ну, а если сказать в целом, почему бы и нет? Что плохого в том, что хорошая игра выходит на Android или iOS. Ну, или что эту хорошую игру можно запустить, к примеру, на эмуляторе андроида. По крайней мере, попробовать запустить, я не уверен, что она запустится, надо будет потом проверить. Ну, а по большому счету, почему бы и нет? Это всегда хорошо. Новые механики, новые персонажи. Хотя никаких новых механик там нету, никаких новых персонажей-то нету. Почему бы людям просто не поиграть в Devil May Cry в дороге, правильно? Тем более, что Switch есть не у всех, Switch стоит дорого, да и Devil May Cry на Switch стоит тоже дорого, да и все игры, в принципе, на Switch стоят дорого. Как владелец Switch, я очень недоволен тобой, компанией Nintendo. Ну ладно, опустим этот момент. Если подводить некий итог, я рад, что вышла эта игра. Конечно, с косяками, конечно, не без уродцев, но факт остается фактом. Это прогресс в той или иной степени. Географически я бы это не сказал, ну ладно. Ну а на сегодня это все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и, конечно, не забывайте, самое главное, пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok